МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос к Ольге. Оля, вы здесь в нашем проекте не раз вели программы. И хочу теперь спросить вас, как нашего гостя, как эксперта, какое у вас отношение к делу Ходорковского и Лебедева? У меня много личного. Просто личного, абсолютно личного. Мой муж тоже сидит в тюрьме ровно по тем же статьям, по которым сидит Ходорковский и Лебедев. Алексей Козлов. И мой муж тоже был бизнесменом, конечно, несравнимым по масштабу, но тем не менее. И мы с ним всегда ссорились, когда он был на свободе, процветал. Мы с ним ссорились, добься тарелок. Это был единственный пункт, по которому мы всегда не сходились. Я все время говорила, Ходорковский, его посадили, будут вас всех сажать, потому что это открылось возможности. А он говорил точно так же, как говорят многие. А нечего было воровать, а нечего было спорить с государством, а нечего было. Когда это случилось, первое, что он мне сказал в тюрьме, какой я был дурак. Какой же я был дурак. И ему тоже дали 8 лет и ровно те же статьи. Я когда сидела на суде, я все это узнавала. Я узнавала все реплики обвинителя, судьи, бизнес-партнером и сенатором Владимиром Слуцкером. Совершенно верно. Это у нас чисто коммерческий заказ. Мы идем, как очень многие десятки, а может быть и сотни людей. Мы клиенты списка Кордина. Мы, сенатор американского, 65 чиновников, я бы назвала бы этот список бандой. И действительно уже ни один человек из тех, которые приходят в пресс-центр Ходорковского, их родственники, стали жертвой этой банды. Начнем с Манана Сламазян, назовем Яну Яковлеву, назовем Федора Бурлакова, лизинговая корпорация. И многие, 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 многие еще, не говоря уже, конечно, о Магницком. Естественно. То есть, просто поясню нашим зрителям, что речь идет о списке Кордина, чиновников, сотрудников милиции, прокуратуры, судей, ФСБ, которым запрещен въезд в США. То есть, вот с такой инициативой выступили сенаторы. Что более ценное и их родственникам. А вот что касается списка, который вы упомянули и который был предложен Биллом Браудером, этот список по... Список Кордина. Список Кордина. Правозащитное сообщество России хотело бы продолжить. И я думаю, что в этот список они считают, что многие причастны к тому, как мучили Светлану Бухмину, те, кто причастны к фактически пыткам в отношении Василия Александровна, да и в общем по делу Хударковского наверняка мы можем видеть очень много неправого, нечестного, незаконного. И я думаю, что если правозащитники задумали дополнить этот список, то мы увидим там очень много новых имен. Я сейчас хочу обратиться к Карине Москаленко и подвести краткие итоги этой недели. Она началась с того, что Михаил Касьянов пришел как свидетель в хамомический суд. Да, он дал показания очень важные. Премьер-министр в то время хорошо должен был знать ситуацию с крупнейшими компаниями, в том числе с компанией ЮКОС, и, конечно, его показания чрезвычайно важны и в плане ценообразования, в плане выплаты налогов. Я не знаю, как председательствующий сможет проигнорировать эти показания. Например, когда эти показания оказались в Европейском суде, я всегда переживала, что, будучи уверенной в политической мотивированности этого преследования, нам будет очень сложно это фактически доказывать. Но когда господин Касьянов согласился дать свои письменные объяснения, я поняла, что Европейский суд отлично понимает должность этого человека, который он занимал, и его осведомленность обо всех процессах, скрытых и открытых, которые в это время происходили. И если такой человек заявляет о том, что это преследование необходимо было определенным кругам, очень высоким, и если этот человек объясняет, что никакого состава преступления по многочисленным запросам прокуратура никогда не устанавливала, и вдруг эта позиция сменилась с точностью до наоборот, то такие показания, такие сведения будут иметь очень большое значение. Ольга, как экономист по образованию, и как человек, который в Союз нефтеэкспорте работал какое-то время... Ныне на Автомосква. Да, даже так. Скажите, почему нельзя украсть 350 миллионов тонн нефти? Да уж, пожалуйста, как экономист, объясните. Михаил Касьянов на этой неделе, когда он премьер-министр, который знает прекрасно бюджет, запасы, состоит в том, что 350 – это объем всей, вообще добываемой нефти в нашей стране. И если ее кто-то украл, значит, наверное, ее просто не было. А мы несколько лет этого не заметили. Я хочу вернуться к списку 36 свидетелей, который был заявлен защитой, и спросить вас, Карина Акоповна, как вы полагаете, визит в суд таких компетентных людей, как Муравленко и другие представители топ-менеджмента, ЮКОСа, вот, допрос Касьянова, как это повлияет на исход дела? Как может это повлиять? Может никак не повлиять, но это наверняка добавит убедительности доводам, которые приводят Михаил Борисович и Платон Леонидович. Вот в этом списке 36 подавляющее большинство свидетелей, это же свидетели, включенные обвинением в список лиц, подлежащих вызову в суд. И внезапно обвинение отказалось от вызова этих свидетелей. Почему? Это очень интересный вопрос. Хочу спросить и вас, Ольга, и вас, Карина Акоповна, как вам допрос главного редактора ведомостей? Какая потрясающая женщина. Умница, компетентная, спокойная. Никто ее не мог вывести. Сколько с прокурорской скамьи, я уж не хочу вам называть фамилии, сколько звучало оттуда некорректных слов, некорректных вопросов, или, значит, обрывов абсолютно правомерных вопросов, не снятых судом. И когда, в общем, прокурор говорит, сколько денег вам заплатили, кто еще там, сколько денег перечислено на ваши офшерные счета? Ну, ты хоть спроси, может, у человека нет. И тут спокойная выдержанная Татьяна Лысова. Вы знаете, она так усмехнулась. А он говорит, сколько на них денег, потому что у него уже есть какая-то оперативная информация. У него же все время есть оперативная информация, что Ходорковский хочет сбежать из России. Когда Ходорковский приезжает в Россию и говорит, я не хочу никуда уйти, я приезжаю сюда. Я предпочитаю, как он сказал, быть политическим заключенным, нежели политическим мигрантом. И этот человек все время говорит, что у него есть оперативная информация. Может быть, у него есть что-то такое, но чего... Ну, вообще-то за клевету можно подать в суд? Вот это не прецедент. Да ну, конечно, я не знаю, станет ли она с ним связываться. Гипотетически. Но гипотетически, конечно. Вы же порочите свидетеля. Вы его запугиваете. Я не понимаю, есть ли бы эти прокуроры отстаивали какие-то свои интересы и выходили бы со своей собственной позиции. Я бы могла понять это. Но когда это обвинение от лица и от имени нашего с вами, друзья мои, государства, я считаю, что это просто позор. Вы разговаривали, насколько я знаю, с Татьяной после этого допроса? Хочу сказать, что я просто горжусь знакомством с Татьяной Лысовой. Во-вторых, я горжусь своей профессией. Я вот за много лет, первый раз могу сказать, чёрт, журналисты, мы лучше всех, посмотрите, какая она. Это наша профессия, мы не все скорвились, мы не все пошли работать на Первый канал. Она пришла, она не испугалась, она рассказала компетентно об этом. Я горжусь страной, которая произвела на свет Татьяну Лысову, которая делает прекрасную деловую газету. Не государством, конечно, которое представляют другие люди. А страной я горжусь, профессией горжусь, газетой горжусь.